И, как можно видеть, у нас здесь небольшое пополнение. Субтитры сделал Dima. Торговец информации Фудзиока. Это тот самый мужик, которого мы уже встречали у стен замка Асина. И у него можно купить несколько интересных вещей. Успокаивающее средство. Успокаивающий порошок замедляет накопление отрицательного статуса страх и повышает сопротивляемость страху. И кладбищенские сторожа, и палачи, и торговцы под ношениями, все, кто имеет дело со смертью, держат при себе это лекарство и следуют простому правилу. Если одолевает страх, прими лекарство. Также по 500 монет он продает некую информацию о Сабимару, которую мы уже взяли, и о трехэтажной пагоде, которую мы тоже уже нашли и взяли там предмет. Поэтому в моем случае покупать ее бесполезная трата денег. Но вот что самое полезное, это то, что он продает семечко тыквы за 2000 сен. И мне не хватает всего лишь 500. Ну я думаю, что я с легкостью смогу это исправить. Также ему можно продать всякий ненужный хлам. Например, порошок огнестойкости. Пригоршни пепла. Ну и, пожалуй, все. Остальное нам может пригодиться. Отдадим ей сразу две семечки тыквы. И можно установить ее в протез с Сабимару. И, кстати, после последних патчей Сабимару стал намного мощнее, чем раньше. Теперь им реально можно кого-то отравить. Раньше этот меч был практически бесполезен. Давайте отдохнем и что-нибудь выучим. У меня уже накопилось целых семь очков навыка. И следующее, что я хочу улучшить, это глаза Синоби. Это пассивный навык, который повышает урон концентрации при успешном выполнении контратак Микири. В бою взгляд Синоби не просто следует за клинком противника. Он предугадывает его движение. Залог победы — сохранить спокойствие, даже когда на тебя надправлено острие клинка. Для этого нам нужно изучить бег и скольжение. Если честно, бесполезный навык. И скрыть присутствие. Тоже так себя на окно, ничего не поделаешь. И теперь мы можем изучить глаза Синоби. И давайте почитаем, что я научил. Скрыть присутствие. Дает пассивный навык скрыть присутствие. Он мешает врагам видеть тех, кто задействует скрытность. Синоби должен уметь быть незамеченным для других. Бег и скольжение. Дает бег и скольжение. Это умение Синоби позволяет переходить в присед из рывка. Опытный Синоби может вихрем пересечь открытое пространство и уйти в окрытие в скольжении. Таким маневром легко укрыться от глаз врага. Вот такой вот у меня новый прием появился. И давайте посетим нашего торговца Анияму. Так как мы добыли для него полезной информации. Я просто не могу пройти мимо этого петуха. Уж извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Пока у него ничего нового не появилось И для того, чтобы обновился его ассортимент, нужно немножко отдохнуть Субтитры делал DimaTorzok И у него появилось несколько новых предметов Но самое важное, это то, что он продает в безлимитном количестве железо и черный порошок Которые нужны для улучшения протеза Но пока мы у него покупать ничего не будем Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Алия, токарно-яма. Асарема, яри-мо, тач-мо, юрой-кобто-мо, тени-ире-хоудай-да-са. Икса-житак-то налия, быг-га-тобу-йо-ни-уре-а-со. Дой-та-хитуде-га-хоши? Сау-де-сне-е. Икса-ба-асари-ва, йогуре-сигот-де-чикара-сигот-а. Декак-те, чикарно-ар-я-ц-о-хит-ц-у-негай-си-асу. Итак, Ана-Яман дает нам очередной квест. Ему нужен кто-то большой и сильный. Но мы, пожалуй, вернемся к замку Асина. Точнее, к его резервуару. И более подробно посетим то самое место, откуда и началось наше путешествие. Самое начало игры. Здесь появилось несколько новых предметов. Их желательно собрать. Ну, также здесь появились и новые враги. Железо и тяжелый кошелек. И этот тот самый черный ход, через который в самом начале игры я пытался бежать вместе с Кура из земель Асина. Интересно, можно ли здесь допрыгнуть? Похоже, что нет. Окей. Тогда по старинке. И эти центральные врата лучше обойти с другой стороны. Здесь очень много народу. И это место очень опасное. Но если сделать все правильно... То можно здесь вырубить практически всех, не поднимая шума. Главное не торопиться и соблюдать последовательность. И, кстати, у нас есть ключ. Тот самый ключ, который я забрал у охранников на мосту. Ключ от караулки. Где лежит очередное улучшение для протеза? Сломанный Рог Гёбу. Прославленный Рог Копьё, которым некогда воевал Гёбу Масатака Анива. Его остриё можно встроить в протез. Дёрнув Рог на себя, можно подтянуть врага к себе и даже сорвать броню. Рог был сломан во время восстания, но Иссин посчитал его новую форму идеальной. И наградил Аниву крестообразным копьём Сюдзена Тамуры. И тяжёлый кошелёк. Отсюда можно увидеть, что внизу что-то есть. И нужно это что-то обязательно забрать. Ну, это всего лишь глиняный осколок. Сюда в любом случае нужно было сходить, чтобы вырубить этого парня. И второго парня. Опс. В кнопках я немножко запутался. Давно же не играл Секира. В последнее время я... ...очень много уделял внимания Mortal Kombat 11. Ещё из-за этого серии стали выходить реже. Ну и времени у меня стало меньше. Так как отпуск у меня закончился. А работа у меня на основной работе просто навалом. Для пущей уверенности нужно было съесть... ...лидец Гатиина. Ну, похоже, я уже поднял, ушёл. Нет, парень явно меня сейчас увидит. Да. Это было ожидаемо. Окей. Да, парировать его, конечно, не самая лучшая затея. Но иногда лучше его парировать, чем уклоняться от него. Особенно если удастся хорошо запарировать, то... ...можно его свалить на землю. Шар трофеев. Здесь всего лишь пригоршня пепла. И там ещё один такой же здоровый уродец с молотком. Упс. Не хотел я так шуметь. Главное, чтобы он внезапно не пошёл назад. Ну а с этим одним уж как-нибудь разберёмся. Итак, кто у нас здесь остался? Остались у нас тут два охранника и пара собак. Их, в принципе, совсем не обязательно убивать. Можно оставить их в живых. И для чего мы вообще сюда идём? А для того, что там появился... ...новый мини-босс. Причём очень противный мини-босс. Но можно его немножко облегчить, как раз убив всех. Не знаю, получится ли у меня убить его с первого раза, но я попытаюсь. Вообще, когда я первый раз с ним столкнулся, он меня доставил очень много проблем. И так же здесь ещё и можно пробудить видение. Действительно, откуда у тебя эта сила? И вот этот чёрт с огромным копьём. И в этом вся и проблема. То, что он с копьём. Ещё немножко железа. Красивый вид. Куда же без него? Вон там, в замок Асина. С тех, конечно, мы наблюдали это самое место. Ну и, конечно же, первую полоску моему снимем ударом сзади. После этого ещё можно нанести ему пару ударов. После чего он начнёт очень сильно злиться. Но есть у него одна слабость. Дойдя до определённого места, он начнёт пятиться назад. Также можно видеть, как он пытается пройти через забор, но у него нихрена не получается. Поэтому можно, в принципе, у него, конечно, покидать сюрикены. Но они много ему жизни снимут. И тем более эти сюрикены всё равно этот забор сломают. Самое сложное в этом копье – это его непредсказуемость. Его достаточно сложно парировать. Сложнее, чем катану. Потому что тут сегодня парень прям застреваешь и застреваешь. Но всё-таки можно его парировать. И также параллельно использовать петарды. И вот его основная слабость в том, что он, дойдя до определённого места, начинает пятиться назад. То есть не идёт в нападение, и этим можно пользоваться. После петард, к сожалению, максимум, что можно, это нанести всего лишь один удар. Это погода не сделает. Лучше, конечно, спровоцировать его на мигире. Или вот на такие прыжки. Вот это не мигире. Это удар в горизонтале, который нужно было перепрыгивать и прыгать ему на голову. Вот это мигире, но я не успел. Делает он выпад очень быстро. Так, вот сейчас я слишком рано нажал. А, я ещё был жив. Проглядела вспышку. Ну, вот как я и говорил, очень противный противник. Ну, вот у меня получилось ему перебить мигири. Но пока у него очень много жизни, концентрация у него будет восстанавливаться. Достаточно быстро. Что не скажешь про мою. Я это сделал. Надо будет ещё на мигире. Счёт на мигире. Что-то он разошёлся. Да. Не вышел каменный цветок. Придётся начинать всё заново. Сработала невидимая помощь. Но опыта у нас было и так не очень много, поэтому ничего страшного. Если у вас не получается его завалить, ничего страшного, ребят, просто забиваем и проходим игру дальше. И возвращайтесь к нему, когда уже будете более прокачанными. Он даёт просто одну бусину. Ничего такого сверхъестественного. Продолжение следует... Продолжение следует... Ага... Оу! Оу! Сранец! Сейчас восстановят себя. Такой концентрации. близко к вратам тоже не стоит подходить так 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 у рома у него конечно бусинка чок я-то наверное самый потный из подобных мини боссов и можно не повторять за мной и сходить к нему попозже чтобы битва с ним было полегче ну а мы вернемся то самое место откуда все началось у цик си журга далика око у юна до кока кара си не жопа Субтитры сделал DimaTorzok 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 перепрыгивать на голову успевать полечиться чем мало у меня бутылок я отдыхал оу я пропустил да ничего страшного сейчас мы к нему вернемся терял немножко опыта и денег парень пусть дальше наслаждается музыкой и можно прыжком сверху снять ему одну полоску хотя в принципе он не такой уж и суперсложный единственная проблема это то что здесь очень мало места и камера здесь может немножко подпадлить ему дает магнитит и очередной бусинный отчет и можно даже немножко продвинуться дальше но желательно не очень далеко заброшенное подземелье неприятное местечко на другой стороне можно разглядеть пару предметов а также внизу можно увидеть как какой-то шаман что-то там колдует и в данный момент лучше к нему не спускаться да уж сказал серёжа и упал вниз давайте я просто использую и до возвращения итак я снова здесь до эту яму лучше перепрыгнуть и здесь у нас большой кошелек это целая тысяча сцен и вдалеке можно опять увидеть этого любителя музыки но давайте пока к нему не будем подходить чтобы он не дай бог от нас не сбежал и переместимся к идолу который называется старая могила и это место находится задней части замка асина на этом самом месте я закончил предыдущую серию единственное что не ходил в эту часть здесь у нас лежит божественная капля крови и некие две могилы также здесь стоит ократка и здесь такое ощущение что-то выкопали это что-то скорее всего дерево и отсюда можно наблюдать окраину асина где-то там в той части находится разрушенный храм потом мы пробрались сюда здесь у нас получается была лестница с великаном здесь у нас разрушенный мост который мы не смогли пересечь если бы этот мост был цел то это бы очень сильно сократила бы нам путь но к сожалению мост разрушен и здесь можно спуститься на крышу чтобы немножко облегчить себе жизнь и и в этом здании у нас находится очередной npc если чего-то забава ну так что я не могу сказать но я не могу сказать что-то это не тратя не мурино ты жанна ты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Взлетай навстречу противнику, открывшемуся во время прыжка, и рази его на повал, прежде чем тот приземлится. Данная техника очень смертоносна, но, к сожалению, далеко не ко всем применима. Также он продает последний укус. Тайный синий яд синоби. На войне иногда бывает необходимо лишить себя жизни. Гордые самураи в таких случаях убивают себя своим же мечом. Однако синоби требуется более быстродействующее средство. Чтобы принять яд, достаточно раскусить капсулу. Не препятствует воскрешению. И это очень специфическая вещь. Некоторые не понимают, для чего она нужна. На самом деле она нужна для того, чтобы... Допустим, когда у вас совсем мало жизни, вы себя убиваете при помощи этого последнего укуса. Но при этом у вас не теряется возможность очередного воскрешения. В дальнейшем, если я не забуду, я вам покажу, как это работает. Итак, мне нужно 2800 цен, чтобы купить у него шляпу. И придется немножко вывернуть свои карманы. Так, что-то я немножко недорассчитал. Так, что-то я не знаю. Да, тенгу мы уже встречали. Итак, барсук черношляпа. Но придется потом еще к нему разок заскочить. Так, и меня тут же сразу кто-то замечает каким-то образом. Здесь можно видеть несколько долг. Барсук чпиков храма Сэмпа. Скорее всего, их убил барсук. Мы слышали, как эти карлики разговаривали о том, что надо разобраться с барсуком. Похоже, что барсука все задолбало, и он бросил работать на храм Сэмпа. Но это, скорее всего, кому-то не понравилось, и теперь его хотят убрать. И так, здесь очень опасное место. Много противников. Первым делом вырубим эту папку со сковородой. Парня с пикой. Самые опасные здесь вот эти вот здоровяки с мортирами. Ну, и стрелков здесь тоже хватает. Оу! Прямой наводкой. Да уж, лучше не лезть к нему на рожом. Немножко убежать. Вообще, здесь нет ничего особо интересного. Несколько ингредиентов для апгрейда. Тот самый разрушенный мост. Каких-то особо полезных предметов здесь нет. Зацепиться здесь можно. Ну, что, что будешь делать. Стрелки здесь очень меткие. Я бы сказал бы, даже чересчур. Снаряды у них прям самонаводящиеся. Иногда даже диву даешься, как они умудряются под такими углами попадать. Ну, вот как-то резко они меня потеряли. Так, здесь еще кто-то остался. Давайте соберем хлам. Так, кто мне впалил? Очередной артиллерист. А, вот ты где. Так, кто-то. Так. Так, кто-то! Так, кто-то не видел. Субтитры сделал DimaTorzok Похоже, здесь все ищут этого барсука Знаменитая, однако, личность Парень с мортирой, конечно Меня все-таки заметил Что самое забавное, если запрыгнуть сверху на крышу, где он стоит Он будет стрелять прямо вверх, в крышу И с ним при этом ничего не происходит Зато меня выносит на раз-два Так-то успокоился В ближнем бою они неплохо машут своей волыной Но, в принципе, они слабенькие Самая проблема это к ним подобраться Так-так, стоп Не туда я хотел И мы вернулись И мы вернулись к нашему идолу Получается, что мы спрыгнули там вниз на дом Обошли и подняли здесь И непонятно, на кой черт я упал Ну, ладно Не знаю, нужно ли мне отдохнуть Давайте еще немножко осмотримся Вроде я собрал все Да И теперь можно переместиться в другое место А именно в верхнюю башню замка Асина Здесь я уже немного бывал Здесь неплохое место для фарма Материалов конфетти и очков навыка Такое ощущение, что всех бабуля Озвучивает одна и та же бабка В прошлый раз я не стал продвигаться вперед А спустился он туда вниз Ну, а теперь давайте исследуем, что у нас здесь Похоже, они играют в какую-то настольную игру Понимаете, ребята? Придется вас немножко прервать Эти парни очень часто любят делать выводы И как только вы видите красный знак Сразу же делайте Мигири И здесь у нас очередной секрет со стеной К сожалению, в игре таких секретов очень мало Очередная бусина Кстати, по-моему, у нас их уже 4 Так, и кошелек За ширмой тяжелый кошелек Хотят таким образом отвлечь Внимание И, похоже, все В этой пыльной кладовке больше ничего нет Нам нужно пробраться За вот эту дверь Но, к сожалению, она заперта И чтобы туда проникнуть, нужно пролезть через потолок Очередной леденец заготеина Но здесь он нам не особо поможет Так как Это место особо скрыто не пройдешь Придется все равно немножко пошуметь Так, вырубим бабулю Там еще двое самураев, поэтому лучше немножко ретериоваться А заодно немножко закинуть с таблетками Так, те двое вроде успокоились Ну с одним-то уж я как-нибудь разберусь Откроем дверь Даже не написали, что она была закрыта с другой стороны Кимоно И здесь у нас есть небольшой выбор Давайте для начала Сходим наверх И активируем очередной идолрезчика А заодно Прослушаем видение Продолжение следует... Продолжение следует... И здесь выясняется, что помимо дракония крови По-моему, есть еще один источник Бессмертия Это некие Воды Молодости Тогда возникает вопрос На какой черт им нужен Кура, если у них есть Воды Молодости? Пока что я не буду отдыхать, но... Улучш свою выносливость Третьи молитвенные четки Четки из таких бусин популярны среди могущих воинов Огненный бык был всего лишь бешеным зверем В предыдущей Великой войне погибло столько воинов Асина Что с их телами нужно было что-то сделать Да, сами четки, кстати, тоже имеют немножко лора Яростные воины Асина известны по всей Японии Особенно прославлены их военные начальники Все за последнего мастера стиля меча Асина На этом уже читали В Асина обитает великан с розовой кожей и красными глазами Поговаривают, что он сошел с ума и стал нападать на людей И потому был заточен в подземелье Красные глаза Так Давайте сходим еще в одно место Но для начала нам нужно вырубить этих двух самураев Всего лишь камень Здесь была ширма и поэтому не совсем было понятно, что здесь есть проход На самом деле это такой некий скрытый проход Но сюда не так-то просто попасть Так как здесь еще и проход охраняет трое полуночников И обойти их будет очень проблематично Ну все, блин, уже подрядчик Ну все, блин, уже подрядчик Ну все, блин, уже подрядчик Не сработало. Так, 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 так. Хотел поставить сюрикен. Сделал какую-то хрень. Сбился я что-то с ритма. В принципе, их можно было бы и оббежать. Печень угря. Такую печень мы уже поднимали. Немножко дороже. И таким вот незамысловатым способом мы попадаем в некую комнату. Где у нас письмо? Письмо Иссина. Записка, оставленная Иссином. В сторожевой башне. Возможно, Эмма знает, где он находится сейчас. Дорогая Эмма. У ворот замка Асина что-то расшумелись крысы. Тенгу с ними разберется. Тенгу с ними разберется. Не беспокойся, Иссин. И по идее, это такой небольшой спойлер. Так как эту записку, по идее, мы должны были бы прочитать немножко попозже. После того, как мы все-таки узнали, что Эмма и Иссин как-то взаимосвязаны. Но из этой записки мы четко узнаем, что Эмма и Иссин реально как-то взаимосвязаны. И, судя по всему, это комната самого Иссина. И если посмотреть на стену, то здесь ничего нет. Почему я акцентирую на нее внимание, но об этом я расскажу попозже. Отсюда можно выйти на крыши. И давайте пока отсюда уйдем. И вернемся назад. Ну, можно отдохнуть, в принципе. Ничто нам не мешает этого сделать. Здесь у нас очередной такой мини-босс. Который может показаться сложным, но на самом деле он очень простой. Когда он так вот хватается за меч, как только видите вспышку, просто спамите блок. И не нужно даже его вообще пытаться бить. Вот, в принципе, и весь мини-босс. Свиток о старой битве. В землях Асина некогда блуждали призраки. Они метали молнии, которые нельзя было отразить. Старайся не касаться ногами земли и отражай молнию. И это некая подсказка, как бороться с молниями. Отражение молний. Если молния ударяет в человека, когда тот стоит на земле, удар обездвиживает его. Однако, если он в этот момент находится в воздухе, энергию молнии возможно задержать и выпустить в противника. ЛБ в прыжке. При вражеской атаке молнией накопить заряд. РБ перед приземлением отразить молнию. И здесь у нас очередная печень угря. Все говорит о том, что скоро нам предстоит бороться с молниями. Дражаем. И магнетит. И если мы сейчас выйдем через эту форточку и поднимемся немножко выше, нам предстоит в очередной раз сразиться с генетиром. И для многих он достаточно серьезный босс, который реально может надрать задницу. Но сейчас я к нему не пойду и не по причине того, что я его боюсь. И хочу еще немножко где-то поднахвататься жизнью. А все потому, что если я сейчас именно убью генетиру, то я пропущу немного лора, который находится в храме Сэмпо. Поэтому перед тем, как убить генетира, мне придется посетить храм Сэмпо. Но перед тем, как его посетить, давайте вернемся в разрушенный храм. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok